В областном краеведческом музее прошел вечер памяти, посвященный юбилейным датам со дня рождения Нурмалды Алдабергенова из Лихи Тамшибаевой. На торжественном мероприятии, организованном в честь Героев Социалистического Труда, побывала и наша съемочная группа. Нурмалда Алдабергенов родился в 1906 году на территории Кирбулакского района Алматинской области. 12 лет осиротел, потому очень рано научился добывать себе средства на жизнь. Прошел путь от рядового колхозника до председателя. Благодаря организаторским способностям и умению работать на перспективу, колхоз под руководством Нурмалда Алдабергенова в кратчайшие сроки превратился в передовое хозяйство. Он стал пионером по внедрению новых технологий в земледелии. Его коллективу удалось поднять на небывало высокий уровень урожайной сахарной свеклы. 834 центнера сладкого корня с гектара. За это ему присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серб и Молот». Обо всем этом с гордостью вспоминали участники мероприятия. Они почтили память о своем выдающемся земляке. Однако о самых ярких и значимых деталях из жизни деятеля собравшиеся смогли узнать из уст потомков. В 1942 году мой отец ушел добровольцем на фронт. С честью воевал до победного 1945 года. После демобилизации вернулся в родной колхоз и вновь возглавил его. В 1947 году по инициативе папы была построена первая вжитсу электростанция. Он всегда нам говорил, что каждый человек должен носить свою лепту в развитии родного края по мере возможности. В селе Мукры за годы руководства моего отца построены жилые дома, пыткомбинат, средняя школа, дом культуры, больницы и детские сады. Очень много теплых слов было сказано и в память о Зарихе Тамшибаевой, ее родными и близкими. Житсу Жауказана. Так прозвал ее народ. Несмотря на свою женскую хрупкость, она трудилась наравне с мужчинами. Благодаря трудолюбию стала достойным руководителем. Умело совмещала работу и семейную жизнь. Она была образцовой невесткой и уважаемой матерью, являя собой яркий пример для подражания. Народ искренне любил мою маму. Конечно же, мы, ее дети, гордимся ею. Это большая честь быть потомком такого человека, как она. Она одинаково ответственно относилась как к работе, так и к семье. За такой подход к работе ее уважали все, начиная от обычных доярок и заканчивая высокопоставленными чиновниками. Житсу сцебережно хранят память о величайших соотечественниках. Она увековечена не только на страницах книг, но и в сердцах жителей области. Творческие вечера в их честь в эти дни проходят повсеместно. Собравшиеся отметили, материальные и духовные ценности, созданные предыдущими поколениями, несут в себе важность для сохранения культурно-исторической памяти. Мадина Неспек, Ерлана Замбай, телеканал Житсу.